Каждый год в первый день сентября отмечается особый и очень ценимый всеми праздник – День Знаний. Прекрасная погода, теплая и солнечная, благоприятствовала его проведению во всех школах Славянского района. Главные и участники, и герои праздника, конечно, первоклассники. Их в нашем районе в нынешнем году более полутора тысяч человек, и они перешагнули порог 36 школ. Мы побывали на торжественной линейке в казачьей школе номер 11 хутора Маевского. Большой двор этой школы задолго до начала торжественной линейки стал заполняться празднично одетыми детьми и их родителями. Они шли по новому тротуару мимо необычной скульптурной композиции в виде глобуса, которая как бы символизировала мир знаний, открытый для самых пытливых умов. В центре внимания были, конечно, первоклассники. Им только предстояло знакомство со школой, где они проведут 9 лет, важнейшие в своей жизни. После внесения знамени школы и поднятия флагов России и Кубани, глава Славянского района Роман Сенеговский поздравил всех собравшихся с замечательным праздником и отметил, что 11-я школа идет в ногу со временем. Вошли, я считаю, в серьезную программу цифровая образовательная среда. Это очень важно, потому что сегодня доступ к интернету, сегодня уже много говорится об искусственном интеллекте. Еще раз мы должны поспешать, мы должны знать, мы должны шагать в ногу со временем. Мы, взрослые, постарались много сделать в районе для того, чтобы школы были безопасные, школы были подготовлены к новому учебному году. У нас очень серьезная сеть дополнительного образования, спортивные школы, творческие школы. Мы гордимся, если вы побеждаете в конкурсах на районном уровне, краевом уровне, федеральном уровне, на Олимпиадах. И всегда приятно, когда наши ребята и наши педагоги прославляют Славянский район. Всех еще раз хочу поздравить с праздником, пожелать всем мира, добра, процветания. Директор школы Татьяна Стаценко с особой теплотой обратилась к первоклассникам. Мне особо сегодня хочется поздравить наших новых учеников. Их сегодня у нас 26. Рядом с нашими малышами наши старшеклассники. Это те, кого мы совсем скоро назовем выпускниками. Я очень хочу пожелать вам, дорогие выпускники, чтобы этот год, хоть он и будет трудный, но вы смогли приложить максимум усилий и стараний, чтобы получить свой первый документ, очень важный, вами заработанный. Это аттестат об образовании. А нашим малышам и родителям я хочу пожелать легких школьных будней и легкой дорожки по ступенькам знаний. Старшие ученики-девятиклассники и первоклассники выступили со стихотворениями, в которых первые пожелали самым юным школьникам прилежно учиться, а вторые пообещали стараться, несмотря на все трудности. Нас убедили, про школу все знаем, пятерки в портфеле носить обещаем. Удачи желаем мы вам, первоклассники. Пусть будет счастливым для вас этот праздник. Учитесь, дружите и школу цените, и наставления наши храните. По уже сложившейся хорошей традиции выпускники вручили первоклассникам подарки, учебники по кубановедению. В исполнении старшеклассников прозвучал гимн школы. Затем наступил самый важный и запоминающийся момент праздника – первый звонок. Он знаменует начало школьной жизни у всех впервые переступивших школьный порог. Ребята очень волнуются, и не меньше, а может быть и больше волнуются их родители. Желаю им всем доброго пути, светлых знаний, чтобы у всех все получилось, и у всех все было прекрасно. Мы ходим в школу не один раз, а мы ходим в школу еще столько раз, сколько у нас детей. Поэтому это каждый раз волнительно. С каждым ребенком это все равно по-разному, хотя вроде бы уже и ходили, но волнение всегда все равно переполняет все. Первоклассникам очень повезло. По дороге знаний их поведет хороший опытный учитель Галина Чередниченко. Дело в том, что я попала в казачью школу впервые, хотя у меня восьмой выпуск будет, надеюсь, что все будет хорошо, но это впервые. И меня поразило действительно отношение, отношение родителей, детей, их волнение. Оно, соответственно, передается мне, это волнение, потому что мне все это ново и интересно. И вот дети действительно воспитаны в таких традициях. Я думаю, что и я продолжу вот эти традиции вести, и они будут действительно достойны носить звание именно этой школы. 11-я школа с гордостью носит имя казачьи. С первого класса ребята осознают, что быть казаком – это почетно и ответственно. 26 ребят внимательно слушали свою первую учительницу. Они уже стали самыми настоящими учениками. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».